Ну что вы можете предложить? Нет, конечно, у нас рядом есть совершенно фантастическая страна под названием Украина, которую возглавляет человек выдающегося ума, таланта, знаний, глубины. Вот сейчас он поразил нас всех своими глубочайшими познаниями. Ну, посмотрите сами. Он беседует с СНН и вот что говорит. Вы не беспокойтесь, что Америка может оставить Украину? Во-первых, мы должны понимать, что не совсем корректно сравнивать Украину и Афганистан. Кроме того, Украина не так зависит от США, как зависел Афганистан. И я не уверен, я уверен, что невозможно 4-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина. Ну и дальше, сейчас, 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 значит, некорректно сравнивать. Мы оказались там, где оказались, это ясно. Но вот это не уверен, что можно за 4-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина. А до этого некорректно сравнивать с Афганистаном. Так, смотрим. Может, я, конечно, что-то не понимаю, может, я что-то не знаю, может, действительно, Афганистан это такая маленькая страна. Маленькая страна! Ну, давайте посмотрим. А кто-нибудь знает, какова территория Украины? 603 тысячи 549 квадратных километров. 600, давайте запомним, 603 тысячи 549 территория Афганистана. Ой, 652 тысячи 864 километра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, родненькие, что же делать? Покажите нам еще раз, вот у меня, вот сейчас возьмите, вот у меня он сидит с такой мордой попугая. Ой-ой-ой, ратуйте меня, граждане! А население Украины какое? Какое население Украины? Население Украины на 2021 роке. Ой, сколько? 42 миллиона. Но мы понимаем, что это, вежливо говоря, вранье, то есть по их же собственным ощущениям миллионов 30-35. Так, а население Афганистана? Смотрим, смотрим, смотрим. Население Афганистана, Афганистана. Ой, 37 миллионов. Ну, вежливо говоря, сравнимо. Зеленский! Нет никакой разницы по большому счету. Нету, но зато ты пошел. Который вот этот канал СНН, который ты называл, ну не ты, а твои ближайшие, какими только и вот кремлевской пропагандой и прочее. Ты говоришь, что нельзя тебя за столько дней покорить, потому что ты шо? А я вам поставлю генерала Лебедя. И станет сразу понятно, почему Донбасс никогда не покорить, и почему воины Донбасса на порядок сильнее, чем эти укровояки. Поэтому никогда Донбасс не покорить. Потому что, когда каждое утро вы начинаете бомбить у кроссволочей Донбасс, вы порождаете каждый невинный жизнью забранный, вы порождаете вот такое сопротивление. Нет, ну конечно, нам же об этом не хочется думать, мы же ничего этого не видим. И мы, великая страна, которая может, бровь подняв, взять все остановить, мы вот пытаемся это все не заметить. Вчера Юля Витязева очень точно сказала о том, что происходит, а мы это пытаемся не увидеть и не услышать. Какое ваше отношение к Донбассу? Ну вот, что вы будете делать? Когда я спрашиваю, а чей Крым? А как вы строите политику по отношению к Украине? Я что-то от Навальня не услышал ни одного объяснения. И когда они сейчас говорят, самое важное выступить против. А вы говнюки, вы за что? Ну вот вы, вся мерзкая, пищащая сволочь. Ну вы сбежали в Прибалтику, в Грузию, оттуда пытаетесь хоть как-то повлиять на то, как пройдут выборы в моей стране. Пусть привести кого? Вы же сволочи, вы нашу эти простую идею. Вам надо сделать все, чтобы Донбасс задушили, передали его демократичной нацистской Украине. Вы говорите, вы прям знаете, иногда Навальня-то оказывается совершенно в неожиданных местах. Поделюсь. Думал рассказывать, не рассказывать, расскажу. Значит, проходит обучение. Приезжают люди, сами записываются. Вот там реально, сами записываются. Потом подходят ко мне, фотографируются. И приезжает милейшая девочка, ведущая новостей, интервью на Каскад-ТВ. И вот этот Каскад-ТВ, там читают новости, Женя Черницкая. И вот она находится в группе тех, которые обучаются. Очень милая, симпатичная девочка. И она размещает фотографии вместе со мной у себя в инсте. Вот так это выглядит. Девочка размещает фотографии всего лишь. При этом я ее не выбирал, не подходил. Это была ее инициатива, она обучала. К ней набежали с комментариями разные люди. При этом, вот, подходит один из таких и пишет. Заморев 4D. Вот кто такой этот Заморев? Марк Заморев, предприниматель. Вот этот человечек, который, значит, рисуется. Марк Заморев. Working on indie VR game. Ну, окей. Кёнигсберг. Понимаете, где он живет? Кёнигсберг, твою мать. Не Калининград. Он живет в Кёнигсберг. И вот что пишет этот человек. Ну, давайте вот так вот покажем. Вот он. Вот этот человечек. Он такой радостный. Он такой вот, понимаете, в Кёнигсберге. Хотя ставит хэштег Калининград. Значит, этот человек, которого никто не звал, не просил, считает для себя вполне нормальным и возможным прийти к этой девочке и записать. Не надо в нашей уютной маленькой России влияние гадости той большой дикой страны. Фу! Это на совместной фотографии со мной. Плюнуло ему в лицо. Или просто сказала, что он... Это же главный музон страны. И фото с ним не на пользу репутации. Это та дикая, безумная Россия. С антизападной, тупой пропагандой. А у нас маленькая, адекватная, прекрасная Россия. Смайлик. Вот он пишет. Из Кёнигсберга. Замарев. Марк. Слышь, ты, ничтожество. А я тебя считаю именно таким. Ты решил для себя возможным зайти и вот оставить это. Так вот. Это ты. Человек, который ничего не понимает. Ничего не знает. Ничего в своей жизни не добился. Считаешь, что можешь зайти и оставить комментарий, и все вот легко сходит с рук. Ты живешь в маленькой, прекрасной Кёнигсберг, который палит кровью советских солдат, освобождавших Европу от нацизма. Чтобы ты, непонятное создание, говорила о дикой и страшной антизападной стране, и говоришь, что я занимаюсь тупой антизападной пропагандой. Хоть слово неправды, потому что я тебе рассказывал, скажи. Хоть слово неправды скажи. Ты, замырев, абсолютное ничтожество. Но интересно, а как ты относишься к Донбассу? Он же должен, наверное, взять и прийти на этот прекрасный Запад. А вот только Запад очень разный. И нет никакой антизападной пропаганды. Есть ненависть к нацизму? Да. К тупому тоталитаризму? К нежеланию видеть правды? Есть. А есть любовь к великому христианскому и культурному наследию? Запад разный. Есть Запад Италии, Запад Греции. А есть Запад прибалтийских стран. Есть Запад, ничего не видящий Меркель. Есть Запад страшного антисемитизма, который был и остался. Поэтому евреи сейчас бегут из Франции. Есть великая культура возрождения. И есть полная деградация сегодняшней тоталитарной философии псевдополиткорректности. Что такое Запад и о чем он? Куда он нас ведет? Что он нам показывает? Есть, например, непринятие нормальным человеком жутких идей, которые навязывают сегодня. И которые Ле Фигаро пишет. Новый тоталитаризм. В Канаде сожгли книги, признанные оскорбительными для коренных народов. И это тоже Запад, который осуждает такое поведение. Расследование канадских СМИ о том, что школьный совет, объединивший несколько десятков школ на юге провинции Онтарио, решил очистить школьные библиотеки от нескольких тысяч книг. По утверждению транслирующих, неблагоприятное или негативное мнение о коренных американцах облетело весь мир. Среди этих книг романы, эссеи, исторические работы и даже комиксы про Тин-Тина, Астерикса и Счастливчика Люка. Вот просто смесь идеологического террора и стратегии вымогательства, как это наблюдается во всех революциях. Вот так оценивают происходящее сейчас в Канаде. Каждый должен платить ему сду, многообразие, консультантам по вопросам расизма и другим идеологическим комиссарам, чтобы избежать бури в СМИ. Отвечая на вопрос прессы, канадский премьер-министр Тридо заметил, что лично он возражает против сжигания книг. Но белые люди не должны объяснять местному населению, как вести процесс примирения. Это что, нормально? Политкорректность – это тоталитаризм, а Канада – его пророк. Считает французский автор Матье Бока-Коте. Но тебе же, Маркуша, это все неведомо. Ты же будешь говорить, что это все придумки. Ты же не видишь, не знаешь и не понимаешь. Но ты тупо повторяешь пропагандистские клише мерзавцев и подонков, рвущих мою страну за деньги западных спецслужб и бандитов, банкиров, ограбивших народ. Это, кстати, то, что тесно объединяет криминальную партию Российской Федерации и навальновскую шуршачую сволочь. Это то, что объединяет Рашкиных и Миловых, Соболь и Янгалычеву. Поэтому они друг друга и поддерживают. Ибо один источник богатств и мечтания одни – уничтожение нашей прекрасной страны. И превращение ее в тот ужас, который мы видим на Украине и не только. Маркуша, завали свое грязное. Ну, ты знаешь дальше, какое слово.